... при 85... Я сказал... Это пример. Давайте я сейчас расскажу, а после этого закончу свой диалог, а вы зафиксируете вопросы, и мы их отдельно обсудим. При этом понятно, что фермер в течение этого периода времени должен у нас что-то жить, поэтому у нас есть программа, по которой мы условно выдаем некий аванс, некий проживающий минимум, который потом высчитается из общего дохода. На сегодняшний день это некая теоретическая модель, которую мы планируем реализовать с этого года. Здесь это может быть как лето, так и ближе к завершению паздничного сезона. Для того, чтобы когда вход пригоняется на зимнюю площадку, мы имеем коровку или телу на 6-8 месяце стильности. Это как раз тот период, когда начинаются все основные сложности и проблемы с выходом, сохранностью и так далее. А почему цифры я надал примерно 70 на 30 или 8 на 20, будет зависеть в тот период, когда отдается животное. Либо в мае месяце, условно, когда она только покрылась, либо это будет в октябре-ноябре при завершении паздничного сезона. Цифра здесь достаточно условная, может быть чуть позже Дмитрий Владимирович эту идею более подробно и в модели раскроет вопрос у вас определенные отпадут. Так или иначе, я основное, что хотел бы донести, это то, что мясное животноводство на первом этапе системы коровы и теленок, хотим мы того или не хотим, она должна развиваться только по фермерскому пути. Другого пути в принципе нет, ни в мире, нигде. Компания Мираторг, которая владеет маточным поголовьем, у них уже сотни тысяч голов маточного скота, это более трехсот, они этим занимаются не от хорошей жизни, потому что они хотят владеть маточным поголовьем. Они тоже не хотят этим заниматься, но для того, чтобы обеспечивать те показатели, которые они заявляли, они построили огромные фидлоты, огромные бойни, которые сейчас не задействуют, им приходится этим заниматься. Но так или иначе, все участники рынка мясного понимают, что этот этап должен идти только по фермерскому пути. Рано или поздно мы должны к этому прийти. Основная идея, почему мы решили разработать эту модель, мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются наши фермеры, начиная от сложностей с получением земли, изначального капитала, который нужен, покупки техники и так далее. Вот эти сложности это некий барьер, который сразу отпугивает, отталкивает многих людей. И поэтому то, что мы пытаемся сделать, это снять ряд вот этих вот проблем и взять их на себя. Потому что у нас есть площадка, есть земля, есть пастбище, есть отдельный растеневоческий дивизион, который заготавливает корма не только для внутренних, но и для продажи на сторону. мы этим активно занимаемся. При том, что до конца сами не осознаем, ну там, сможем ли мы это как-то монетизировать, заработать или нет. Сейчас, ну абсолютно без какой доли лукасу скажу, что вопрос не в этом. Вопрос в том, что необходимо выстроить, ну для понимания у крупных холдингов, как формиратура заречья, которая владеет таким количеством маточного поголовья, вот эта вот цифра, выхода от 100 грамм, она существенно ниже, чем точка безубыточной. Существенно. Для всех содержание маточного поголовья это самый проблемный, самый дорогой и самый нежелательный участок. Но на сегодняшний день все участники рынка крупной вынуждены этим заниматься. Именно поэтому у нас вчера была такая достаточно знаковое мероприятие в Минсельхозе, которое возглавил недавно вступившую в золото историординистра Хлаутов, где мы презентовали нашу модель. Совещание причем, ну надеюсь, сделалось около 6 часов. Достаточно подробно разобрали все эти этапы. Замминистр дал поручение составить дорожную карту, через две недели мы должны уже встретиться и обсудить те меры господдержки, которые могут помочь реализовать эту модель. При том, что здесь очень четко складывается та картина, на которые сейчас доносятся именно поддержка малых форм хозяйствования и начинающие фермы, и семейные фермы. Поэтому задача совместить те элементы господдержки, которые есть, это мясная программа и малые формы хозяйствования, для того, чтобы в этой модели попробовать реализовать. Мы попытались найти путь, как сделать мясное животноводство на первом этапе системы коров и теленок рентабельным при большом поголовье. При двухтысячах максимум мы понимаем, что мы сохраним те показатели, но дальше это уже сделать практически невозможно, потому что нигде в мире этого нет, мы понимаем, что велосипед мы вряд ли можем изобрести. Поэтому буду очень благодарен, если, может быть, сегодня и потом Дмитрий Владимирович, вы выскажете, после того, как более подробно вам расскажут про эту модель, свои идеи, мысли, замечания, потому что, возможно, из вас есть и люди, которые хотят попробовать себя, либо хотя бы сказать некую критическую точку, какие есть плюсы и минусы, потому что в этом году мы будем пробовать обкатывать эту модель. Не питаю иллюзией, что она полетит, пойдет хорошо, нет, но я сторонник того, что лучше попробовать что-то сделать и увидим, что будет дальше. Готов на вопрос ответить? Обкатывать где будет модель? В Ивановской области? Нет, основная наша площадка находится в Ивановской области и Лицкий район. Первый тест пойдет именно на ней. Потому что это некий кластерный принцип подход к мясному животновому. Такие площадки должны быть в каждой области и не по одной. Знаете, вот как искать фермер, вопрос очень сложный. Что мы сделали на сегодняшний день? Первое, мы видим из числа наших сотрудников, наших спотников, людей, которые душой болеют за дело и хотят быть кем-то больше, чем просто сотрудники, получающие зарплату. Есть ряд таких людей. Второе, та ситуация, которая сложилась в 2015 году, прежде всего на Украине, достаточно большое количество семей мы привезли именно оттуда, дали жилье, работу, помогли людям как-то встать на ноги. И это одни из претендентов на наши фермеры. Условия школы фермеры у вас? Они пока не сформированы. Я и почему, мне стало интересно присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Возможно, мы найдем точки соприкосновения и совместим нашу практическую часть и теоретическую часть, которая есть здесь. Потому что в теории и у нас очень много пробелов. Ну, безусловно. Потому что нет человека, который бы пришел и вот все рассказал как надо. Есть несколько ассоциаций. В местном животновозе есть две достаточно серьезные ассоциации, которые здесь компетентные люди, которые помогают и делают. И с их помощью в том числе мы будем пробовать вот это теоретическое знание, для людей доносить. И практика. Но готовых решений ну их нет. При том, что есть попытки и в Калужской области была организована школа фермеров и в ряде других областей. Мне кажется, что здесь крайне важно, чтобы нельзя за какое-то количество часов, 10, 20, 200 стать фермером. Вот как мы себе видим, да. Мы специально для этого построили небольшое административное здание, где можно организовывать там некие курсы и не отходя, как говорится, отказаться, сразу это прямо на ферме сразу идти в живот. При том, что начнем мы это делать в том числе и с наших действующих сотрудников, с наших сходников, с наших семей, которые к нам приехали из соседнего государства. И вот в таком режиме. Ну как бы вот сказать, сколько это будет стоить? И я точно вам не отвечу. А по срокам владителей проводить? Сначала. У нас сейчас два варианта. И мы ведем дискуссии. Сам по себе проект, я думаю, что начиная с мая месяца мы начнем делать все первые практические шаги. Потому что уже больше полугода мы готовили сначала была разработка концепции, потом была разработка финмоделей, потом мы ее очень много обкатывали теоретически с разными ассоциациями и непосредственно фермерами. И на сегодняшний день мы поняли, что сформировали примерно тот продукт, который может заинтересовать как нас, владельцев площадки, так и фермеров.